доброго времени суток всем любителям часов сегодня у нас на обзоре долгожданный так хор акварейсер все как обычно по порядку ну что ж поехали итак диаметр корпуса 41 миллиметр толщина корпуса 12 расстояние от ушка до ушка 45 внутри как вы видите здесь написано калибр 5 у такое это может быть какие-то 2824 также это может быть селита 200 и такое называют их калибром 5 и в часах может оказаться как тот калибр так и тот и вы этого не узнаете пока не вскроете часы например на репассажи либо не вскроете их по какой-то либо другой причине вот но я напомню это калибр имеет 28 1800 полуколебаний в час 25 камней если это это 26 камни если это селита запас хода 38 часов в общем стандартная рабочая лошадка ничего такого так сказать сверхъестественного далее мы имеем здесь очень интересный циферблат белый лакированный мне именно понравилась модель с белым циферблатом также нужно отметить что стрелки имеют покрытие суперлюминого стекло сапфировая с односторонним антибликом безель вращается в одну сторону и он без керамических вставок или чего-то такого имеет 120 кликов клик по полминуты но из-за того что точка люма очень большая заметить достаточно сложно люфта назад нету вращается достаточно удобно и легко здесь он такой можно сказать легкий очень и как видите мне в перчатках его достаточно легко вращать сами по себе часики очень интересного такого дизайна немножко напоминают от части rolex но такой заквадраченный и этим они мне тоже очень понравились и безель вот этот давно хотелось часы с таким чисто стальным безелем и вот этот один из лучших представителей есть конечно еще брайтлинге тоже брайтлинг кольт тоже с хорошим интересным безелем ну и еще разные другие варианты но вот именно в голову быстрее всего приходит брайтлинг давайте рассмотрим как эти часы выполнены как видите они сатинированы сверху с боков они полированные полированные боковин очки что интересно посмотрите безель тоже сверху сатинированный но имеет грань полированную а также вот эти вот выступы которые дают немного часам брутальности тоже имеют такую полировку браслет очень интересный качественный сбоку полированный к сожалению он на шпильках я считаю что конечно для такого уровня цены уже здесь должны быть болтики а также очень интересно выполнено центральное звено посмотрите какие у него грани причем этот браслет очень хорош тем что он обработан со всех сторон в отличие от конкурентов многих я еще пленочки не снял застежка она сатинированная и с краешку есть небольшой такой полированный участок который сочетается с полировкой на браслете это на пушерах на удивление это очень качественная хорошая застежка но дайверское расширение у штампованное в отличие от многих конкурентов например таких же как орис и орис например за такую же сумму будет уже с керамикой и застежкой немножко поинтереснее но эта застежка очень хорошая крепкая вспомните ланжин когда я жаловался на застежка посмотрите как здесь это мощно выполнено элемент все очень очень крепко очень надежно защелкивается с характерным щелчком хороший браслет действительно хороший хорошая застежка приятная немножко могло быть конечно вот это место покороче но из-за изгиба на руку будет хорошо ложится вот так вот выглядит задняя крышка великолепно исполненный водолазный шлем он не глубокий но очень очень красиво выполнен сам по себе рисунок конечно если бы вот было как у ланжина такой же глубины резкости и качество гравировка этот шлем бы выглядел бы вообще безумно красиво но получается вот такой как есть но это отличительная черта акварейсеров и это действительно красиво исполнено интересный такой также посмотрите он создает sunburst эффект на задней крышке что встречается не часто поэтому с этим тоже можно поиграться защита заводной головки напоминает очень rolex его она такая небольшая не сильная такой идет наплыв корпуса сама по себе заводная головка очень удобная вот эта заводная головка за счет вот этих вот прорезей она легко ухватывается я ее даже в перчатке прекрасно могу ухватить сейчас даже вам это покажу аккуратненько откручиваем и спокойно можно перевести например время дата естественно мгновенно перескакивает сейчас мы это как раз вам покажу его час дата перескочит бам и перескочила сейчас мы оставим их вот так в общем удобно с ней работать также на циферблате есть гильюши прямые в данном случае линии что тоже подчеркивает вот эти вот отметки секунд и десятых секунд очень тоже хорошо гармонично вписываются в общую картину часы создают такой интересный эффект сейчас я вам покажу как они смотрятся на руке вот так это смотрится на руке на мой взгляд очень хорошо белый циферблат замечательно гармонирует я еще пока не настраивал браслет не было времени на это самых пока еще не носил очень много забот по созданию других видео я думаю вы уже заметили выход такое outavia я не мог упустить такую возможность чтобы вам ее показать поэтому пришлось пожертвовать своими собственными настройками собственных часов и так посмотрите на люм насколько он красивый это действительно одна из таких красивейших вещей в этих часах как и в принципе сами часы обратите внимание светонакопительное покрытие делится на два типа как у омеги только здесь его гораздо больше то есть зеленая точка безеля а также зелененьким отмечены 12 6 часов 9 часов и 3 часа а также кончики секундные стрелки тоже зелененький минутной и часовой выглядит это потрясающе красиво в купе с самим дизайном этих стрелок очень очень интересно а также посмотрите насколько яркий люм в общем это один из таких большущих плюсов которые будет видеть так сказать владелец часов в темноте и получать еще больше эстетического удовольствия это дорогие часы стоит они достаточно дорого ритейловая цена 2000 со всеми скидками выйдет конечно дешевле но это порядка полторы тысячи наверное можно их получить со всеми скидками что конечно с моей точки зрения немножко немножко можно назвать переоцененным но в виду отличного качества в принципе это нормальная цена за такие часы единственный конечно как бы минус этих часов это калибр но с другой стороны он уже не прихотлив стоить будет недорого относительно в обслуживании я напомню что репассаж часов это дорогое достаточно удовольствие тем более таких как швейцарские часы особенно мануфактурных калибров так вот и пассаж часов на калибре это обойдется от 200 евро это достаточно дорого и если у вас например много часов 10 штук к примеру то и каждый грубо говоря пять лет вам придется выкладывать достаточно крупную сумму просто на то чтобы они хорошо работали но посмотрите насколько красиво выполнен циферблат гильоши на мой взгляд это лучший вариант именно с белым циферблатом потому что очень хорошо выделены именно вот черным стрелки метки завораживающие и они гармонируют с черными цифрами на безеле очень так хорошее сочетание красивое хорошее сочетание при этом полностью сатинированный браслет сверху что уменьшит при носке их так сказать потерю вида потому что сатин это на мой взгляд это очень очень правильное решение для многих часов вот если вы смотрели предыдущий мой обзор на такое altavia который полностью полированный конечно altavia именно в плане каждодневности будет сильно проигрывать вот акварейсер потому что акварейсер более такой и ну ежедневный что ли то есть часы на каждый день в то время как altavia это уже часы выходного дня и вы сами можете представить насколько быстро зацарапается полировка если вы неудачно приложились например когда одеты часы вы руку положили на стол то есть считайте если там есть микро какие-то песчинки вы сразу их поцарапаете в данном случае сатин какое-то время будет еще скрывать все эти нехорошие вещи и так а сейчас новая рубрика минута история ну что ж поехали в 1895 году такое запатентовали свой первый водонепроницаемый корпус для еще карманных часов позже в 1939 году компания выпустит первый наручный хронограф с водонепроницаемым корпусом пройдет еще достаточно времени прежде чем прототипом для серии акварейсер можно будет считать вышедшую в 1983 году серию 2000 эти оригинальные спортивные часы воплотили в себе комбинацию из шести характеристик так знакомых нам сейчас это водонепроницаемость до 200 метров завинчивающаяся заводная головка светящиеся в темноте стрелки и метки застежка с двойной блокировкой которая очень надежно закрепляется и не держится на руке с невозможностью открытия в 1987 году мир увидел рекламную кампанию шесть характеристик с аэртоном сена и слоганом непроницаемый при погружении в шампанское на глубину до 200 метров а в 2004 году выходит акварейсер 2000 отдавая дань прародителю серии в конце видео хочется поблагодарить всех зрителей которые меня поддерживают а также попросить подписываться на мой канал всех тех кто новоприбывшие писать комментарии ставить лайки я стараюсь отвечать на все комментарии также ребят я не забыл все обещанные обзоры я обязательно постараюсь это выполнить но приоритет у меня стоит на немножко другие часы опять же у меня есть некоторые обязательства то есть я должен выполнить некоторые обзоры которые скажем так попросили раньше немножко остальных поэтому на это уйдет время но я все постараюсь делать а также самый большой приоритет я держу для самых новых моделей которые выходят и естественно если выйдет что-то новое у меня будет возможность это сразу обозревать то естественно на это сразу переключусь поэтому уж простите но будут задержки ну что ж лето еще продолжается еще много всего впереди много можно сделать в эту хорошую прекрасную погоду желаю всем счастливых хороших дней прекрасных выходных солнечных берегите себя близких всем удачи пока